Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас будет макияж. Макияж, который вам очень нравится, который собрал огромное количество комментариев под всеми видео. Вы спрашиваете, что у меня на веках и так далее. Поехали! Макияж на самом деле очень простой. Я сейчас не наношу тон, я пользуюсь салфетками Фаберлик и Цкле, чтобы убрать жирность, придать матовость коже. И все, перед макияжем. Летом я тон не наношу. Я даже сейчас перестала пользоваться своим любимым средством с SPF Биодерма. Вот этим вот, потому что оно с тонирующим эффектом. Не потому что оно с тонирующим эффектом, а потому что, смотрю, вроде как кожа на солнышке ведет себя нормально. У нас жара, поэтому я делаю вот так салфеточками. Смотрите сразу, какая кожа заматированная. Вот так. Носик. Это у меня вместо тона, девчонки, сейчас. Потому что кожа становится такая, вот знаете, мне кажется, что даже после этих салфеток становится тон ровно. Вот видите, где есть как бы повышенное выделение себума, там эти салфетки, они все впитывают. Вообще, на лето мастхэв обязательно в следующем заказе надо посмотреть, есть ли они сейчас в наличии или нет. Везде вот так прошлась. И все, хватает, кстати, на несколько часов, чему я тоже несказанно рада. То есть не сразу все это опять возникает, несмотря на жару, а вот через несколько часов. Что нам понадобится? Макияж, кстати, очень-очень простой. Справитесь абсолютно все. Два оттенка теней, тушь, ну у меня две туши в данном случае, и гель для бровей. И еще иногда подводочка. Фаберлик тоже зеленая. Сейчас будем делать все, расскажу. Все. Вот и весь макияж. Так, давайте приступим. В самом начале я укладываю брови. У меня вот такой в любимчиках сейчас гель для бровей Алия. Просто потрясающая вещь, на самом деле, потому что мои брови, они растут и лежат кто в лес, кто под рова. А всегда хочется, чтобы они были уложены, зафиксированы. И ни один гель еще не справлялся так именно, как гель от бренда Алия. В чем здесь фишка? Во-первых, смотрите, давайте я буду делать и сразу вам рассказывать. Очень удобная кисточка, которая выдает достаточное количество геля. И даже если вы используете тон, просто у меня с предыдущими гелями так было, гель для бровей не виден на волосках, не виден на коже, даже если вы используетесь тональным средством. Потому что у меня с предыдущими средствами так было. Мы зачесываем с вами брови все в обратную сторону, как следует, прям в переносице. И укладываем. Но это еще не все. У нас с вами в комплекте потрясающая расчесочка. То есть мы вот этой щеточкой с вами укладываем и другой стороной снимаем остатки геля. Лишний гель. Вот таким вот образом. Очень удобно. Очень удобно. Все в одном. Не нужны никакие отдельные щеточки. Бровки мои стоят. Чувствуют себя прекрасно. И еще огромный, огромный плюс, вот сравните и эту, и эту. Огромный плюс, что гель, он водостойкий. То есть с ним хоть на пляж, хоть в дождь, хоть куда, он остается на месте. Он не растекается никуда. Брови ваши не опадают вниз. Как они стоят, так они и стоят. Это тоже очень огромный плюс. Теперь вторая бровка. Опять достаем кисточку с гелем. Это прям, вот знаете, настоящий эффект ламинирования. Только здесь нет никакого излишнего блеска. Бровки выглядят естественными. Мы не делаем никакие сомнительные процедуры. Зачесываем в обратную сторону. Расчесываем так, как нам надо. Тут прям три главных правила. Нанеси, уложи, зафиксируй. Вот этой расческой опять. Укладываем. Как нам нужно. И фиксируем щеточкой. Ставим. И убираем. Излишки геля. И вот такая красота у нас получается. У бровок уже ухоженный вид. Что мне еще нравится? У геля Алья очень такая густая плотная консистенция. Но даже несмотря на это, им очень удобно работать. Наоборот, очень удобно работать. Он совершенно не склеивает реснички. И они выглядят максимально естественно. То есть, никто даже не подумает, что вы воспользовались каким-то гелем или еще чем-то в укладке для бровей. Поэтому я полностью довольна. Я в диком восторге. И вам рекомендую. Ссылочку на гель для бровей Алья оставлю обязательно в описании. Мы теперь едем с вами дальше. Первое, что используют на веки, это у нас с вами будут тени Фаберлик. Беру две кисточки у меня. Две кисточки. Одна для нижнего века, другая для верхнего века. Оттенок теней 56742. Это жидкие тени Фаберлик. Но девчонки опять писали. Вроде, что их нет на складе. В общем, надо ставить вызбранное и смотреть, когда появится. Беру пушистую кисть. Беру пушистую кисть. Беру зеркальце себе. Так. И смотрите, что мы делаем. Значит, на подвижные и неподвижные века я наношу вот этот оттеночек теней. Дальше беру кисточку. Это очень освежающий классный оттенок, который подчеркивает, который делает ваши глазки свежее и белочек голубее. Вот сразу смотрится. Сейчас один глаз накрасим, я покажу. Наношу практически на все века, не доходя до бровей, на подвижные и неподвижные. Тушую границы, чтобы все было деликатно. Это вот тот макияж, который вы видите на моих глазах последний месяц. Во-первых, быстрый, во-вторых, стойкий. В-третьих, красивый. Со следующим век мне. Ну, давайте одно накрашу, чтобы вы посмотрели разницу. Так, и нижнее веко. Теперь опять берем тени и этим же оттенком подвожу нижнее веко. Здесь уже беру кисть другую, для нижнего века такая вот она. Плоская практически. И тоже растушевываю, как следует. Тени мега стойкие в течение всего дня. На глазках наших сидят, никуда абсолютно не деваются. Поэтому это очень удобно, быстро, классно. Вот сразу видите, взгляд стал свежее. То же самое проделываем со вторым веком. И главный секрет этого макияжа будет у нас следующим этапом. Хотя я уже много раз показывала приблизительно то же самое. Даже несколько лет назад, помню, ролик был с похожим макияжем. Вот этот вот секрет красивых, сияющих глазок. Но все равно многие девочки прямо задают вопросы. Так, и нижнее веко. А все на самом деле очень-очень просто. Прям занимает 5 секунд. Ну, 5 минут, не секунд, конечно. Приврала. Вот так. Вот этот глазик сейчас еще растушую. Все, дальше нам кисти не нужны совершенно. Что мы берем? Оттенок самый светлый теней Metal Hype Luxe Visage. Раньше вместо этих теней я использовала Faberlic. Самый светлый оттенок жидких теней. Не матовых, а вот этих блестечих. Здесь очень похожие результаты. Это тон 0,7. Цена вопроса на Валберс около 200 рублей. Что мы берем? Я достаю кисть. Она выдает очень много теней, поэтому аккуратненько. И вот так, начиная прям от межреснички, вверх веду полосочку. Видите? Пальчиком беру и все это дело тушую. То есть у меня вот эти тени, они находятся только по центру подвижного и неподвижного века. Именно по центру. Над зрачком, над радужкой. Границы слегка тушуем. Потому что тени достаточно плотные и очень быстро застывают. Поэтому границы надо обязательно тушевать. Вот. У нас сразу глазик открывается и становится таким вот, ну, сияющим что ли. Я вам потом еще при естественном освещении покажу, как это все дело выглядит. Чуть-чуть добавляю над бровкой в уголочек глаза. Над губой. Пальчиком тушуем. Застывают очень быстро, поэтому с ними нужно прям быстро работать. Так. Готово. Вот видите уже, какой сияющий, свежий вид. Второй глаз, то же самое, показываю еще раз. Наносим кисточкой по центру, прям над зрачком, над радужкой, на подвижное и неподвижное века. И пальчиком тушуем. Делаем эту полосочку немножко шире, так сказать. Границы. Остатки под бровку нанесу сейчас на пальчики. И добавим на внутренний уголок глаза. Вот и все. Вот и все, что у меня на веках. То есть это два оттенка теней создают иллюзию вот таких вот красивых каких-то теней, что ли. Кажется, что это что-то одно. Нет, это два продукта. Вот этот светлый оттенок можно наслаивать абсолютно на любой другой, который вам нравится, который вашим глазкам подходит. Но сам факт вот такого макияжа, вот он заключается именно в этой фишке. Дальше. У меня вот такой карандаш для глаз. Артикул 56758. Это Фаберлик. Линейка уже все стерлась. Девчонки, звездочки, помню, были. Это зеленая подводка. И я ее использую на межресничку. И все. Тоненько-тоненько. Вот таким образом. Потому что здесь, когда мы с вами наносили светлые тени, они нам могли попасть и в межресничку. Это будет смотреться некрасиво. Может смотреться некрасиво. Можно, конечно, и тушью вот эту всю проблему решить. Но мне нравится в последнее время так вот тоненько прорисовывать межресничку. И второй глазик. Макияж очень быстрый, очень простой, как я вам уже говорила. Прямо мой любимый в последнее время повседневный макияж. В то же время такой вот интересный, красивый. И в зависимости от подложки, то есть у меня это жидкие матовые тени Фиберлик, да? А у вас может быть все, что угодно. В зависимости от цвета подложки, светлые тени сверху, они будут совершенно по-разному обыгрываться. Так, кончик небольшой сейчас сделаем. Они будут по-разному обыгрываться и по-разному. Глазки ваши будут сиять. Так. Готово. Теперь у нас осталась с вами тушь. А, еще можно, смотрите, этот же оттенок теней, тоже уже показывала, но повторю, 56-742. Я наношу на губы. Очень красивый нюх получается. Можно пальчиком тоже. Вот так. Мне прям нравится. Универсальный продукт. И можно и румяшки делать, и контуринг сделать. Дальше у меня тушь Фиберлик новинкой. ЦКологен 55993. Вот такая вот. Это которая с обычной кисточкой. Я ее наношу для объема. А следом за ней пойдет у меня моя любимейшая тушь. Удлиняющая. Я бы объемной, если честно, не пользовалась, потому что мне достаточно и удлиняющей. Но так как я уже их приобрела, и надо допользовать, поэтому я в последнее время делаю макияж вот именно таким комбо. На оба глазика нанесла объемную тушь. И следом моя любимая, прям вообще сейчас самая-самая любимая, это Sol Long. Артикул я вам не скажу. Недавняя новинка. Потрясающая тушь, которая не отпечатывается, не размазывается. Очень-очень круто удлиняет. И потрясающе смывается водой. Допустим, мы вчера приехали очень поздно с природы, и мне так было лень. А у меня, по-моему, накрашены были только ресницы. Так было лень там брать мицеллярку, умываться там или еще что-то. Я пошла в душ, и прям в душике, пока я мыла голову, у меня вся эта тушь сама смылась кусочками. Ну термо-тушь, термостойка. Вот. И все. И красота. То есть вот прям на такие случаи. Смотрите, как классно получается. Вот все-таки вместе с объемной тушью. Какое красивое комбо. И разделение, и объемчик, и удлинение. Такие они прям как ламинированные. И второй глазик. Вот и все. Вот такой макияж я делаю уже, наверное, ну месяца полтора-два точно. Постоянно на ежедневной основе. Потому что это быстро, потому что это просто. Показываю вам, как это смотрится. И сияшечки, и все красиво, и освежающее. И пойдемте скорее на естественное освещение. Вот так макияж выглядит при естественном освещении. Очень свежо, очень классно. И на лето, и мега стойко. Что тоже очень важно. Можно опять же и на пляж, и куда угодно делать. И тушь у нас с вами стойкая, и тени у нас с вами стойкие. Все отлично. На этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Артикулы вам все назвала. Ссылочку на гель для бровей Алия обязательно оставляю под видео в инфобоксе. Всех люблю, целую, всем пока-пока.